Привет! Это Владимир Козлов. Сегодня я записываю видеокомментарий к своему роману СССР. Его действие происходит в 1884-1886 годах, то есть 40 лет назад. И некоторые детали могут быть непонятны читателю, не заставшему то время. А поскольку одной из задач этого романа была как раз таки архивация реальности середины 80-х и деталей того времени, то я остановлюсь на некоторых из них подробнее. Но сначала два слова о самом романе. Это условный приквел к романам «Гопники и школа». Да, героя зовут по-другому, да, состав его семьи несколько отличается, но это, в принципе, один и тот же тинейджер, который живет на крайне типичного советского индустриального города, растет в типичной советской семье, не ходит в типичную советскую школу. Роман вышел в 2009 году в крупном издательстве СТ, и по требованию издательства я добавил к названию СССР под заголовок «Дневник пацана с окраины». Уже перед самой публикацией в обложку были внесены изменения, шрифт под заголовка был увеличен, и в итоге некоторые читатели думали, что «Дневник пацана с окраины» — это и есть название книги. В 2020 году вся Мгилевская трилогия «СССР. Гопники. Школа» была переиздана под одной обложкой. Теперь к деталям середины 80-х. Я буду зачитывать фрагменты текста, а потом их комментировать. В конце перрона рельсы кончились. Перед каждым путем стояла бетонная тумба с цветами. Над вокзалом светилась надпись «Город-герой Одесса». До нашей электрички оставалось три часа. Роман начинается с поездки героя с родителями на отдых под Одессу. На первых страницах книги, как и на последующих, много автобиографичного. Я тоже ездил с родителями отдыхать под Одессу летом 1984 года. Потом приезжал в Одессу еще много раз. И она стала для меня одним из любимых городов бывшего Советского Союза. Поэтому мне особенно тяжело слышать новости о том, как Россия, напав на Украину, атакует Одессу ракетами и дронами. «Герой с родителями отдыхает на базе отдыха». Это был типичный формат низкобюджетного советского отдыха. Санаторий, пансионатов и домов отдыха не хватало. А спрос на летний отдых среди советских граждан был большим. И проблему решали за счет строительства малокомфортабельных, дешевых корпусов баз отдыха. Десятки таких баз тянулись вдоль Черноморского побережья в районе Каролина-Бугаза. Я расстегнул черный кожаный чехол смены 8М. Вынул аппарат, установил расстояние бесконечности и выдержку солнца. В кадр попал кусок неба с солнцем и половина причала. Я нажал на рычажок спуска. Смена 8М – это был один из простейших и доступнейших советских фотоаппаратов. Стоил он 15 рублей. Чтобы дать какой-то ориентир, стипендия студента в то время была 40 рублей, повышенная 50-60. Ну, студенты, конечно, такими фотоаппаратами уже не снимали. Диафрагма выставлялась по значкам «ясно», «пасмурно» и так далее. Автоматической перемотки пленки не было. Забыл перемотать, и все, один кадр наложится на другой. У меня самого смена 8М появилась в том же возрасте, что и у героя СССР. В 12 лет. Освоить проявку пленки и печать фотографии оказалось не так уж просто. Мне в результате с первых нескольких отснятых пленок приличных кадров получилось всего несколько. Вообще же, сменой я пользовался не очень долго. Нескоро взял у отца его фотоаппарат F3. Рядом с нами загорала семья из 15-й комнаты. Родители и пацан. Коротко стриженные, со свежим шрамом от царапины на щеке. По возрасту вроде такой, как я. Он листал журнал с картинками. Пароходы, самолеты, машины. Это моделист-конструктор. Пацан пододвинул журнал ко мне. Посмотри, если хочешь. На странице была фотография военного самолета и его чертеж. Я спросил, его можно сделать самому? Да, только не дома, а в кружке. Я хожу в авиамодельный, у себя в Минске. И собираю модели самолетов. Журнал моделист-конструктор, возможно, издается до сих пор. Проверить это я не смог, сайт его не открылся. В 80-е годы существовали так называемые станции юных техников. С кружками по автомоделизму, авиамоделизму и тому подобному. А в этом журнале опубликовали чертежи для изготовления моделей из самолетов и автомобилей. Люди, ностальгирующие по советским временам сейчас, говорят, что вот дети ходили в кружки и секции, они болтались без дела. Да, ходили, но сравнительно немногие. Я не имею в виду ситуацию, когда кто-то там записывается в кружок или секцию, мне через месяц бросает. А вот регулярно занимались этим очень немногие. Например, в моем классе всего, наверное, два-три человека. Папа курил и разговаривал с дядькой из соседнего номера. «Попробовал я ихние шпроты», — говорил дядька. «У том магазине, если идти, то демо», — он показал рукой. «И что-то не дуже вкусное. Думал, что мора близко должны быть хорошие». Папа кивнул, выбросил окурок и вернулся в комнату. «Он что, из деревни?» — спросил я. «Почему он так говорит по-колхозному?» «Тише ты», — сказала мама, вдруг услышит. Папа захлопнул дверь. «Да, из деревни. Директор совхоза. В нашей области, при том, в Могилевской, в Шковском районе. Зато живет с женой в двухместной комнате», — сказала мама. «Я сразу не понял, про что это он говорит, про какие шпроты», — сказал папа. «Мы же тут в магазин три раза заходили, нет там никаких шпротов». А потом понял, что у него любые консервы, масла — это шпроты. Шпроты, консервы из копченой рыбы, как правило, изготавливаемые в Прибалтике. Один из главных дефицитов советских времен. В магазинах Могилева их не было вообще. Перевозили из Минска, из Москвы, из Прибалтики. Но директор совхоза удивил рассказчика и родителей его тем, что называл шпротами любые рыбные консервы в масле. Для семьи героям, городских жителей, это было как минимум странно. Кстати, будущий президент Беларуси Лукашенко также работал директором совхоза в Шковском районе Могилевской области. Но с 1987 года. А в момент описываемых событий он был замдиректора Шковского комбината стройматериалов. Интересно, что называл шпротами он? «Ой, чуть не забыла», — сказала мама. «Есть кое-что и для тебя, Игорь. Она достала из сумки картонную коробочку, дала мне. Я раскрыл ее. Внутри была молдавская пирамидка. Как кубик Рубика, только из треугольников. Спасибо, я давно ее хотел». В середине 80-х подобные головоломки были в моде. Все началось с кубика Рубика. Сначала в продаже появились оригинальные венгерские кубики. За ними выстраивались очереди и купить их, по крайней мере, в Могилеве было практически невозможно. Мне такой достался благодаря дальней родственнице, которая работала в ГУМе. Потом появились кубики советского производства. Выглядели они менее презентабельно, но, по крайней мере, их можно было свободно купить. Потом появились и другие похожие головоломки, в том числе пирамидка. А через год-два, ну, мода на все это прошла. Трактор медленно тянул по полю картофельный комбайн. Мы шли за ним с ведрами, подбирали картошины. Когда набиралось ведро, несли его к другому трактору с прицепом. На прицепе стоял дядька в кирпике, курил беломор. Он наклонялся, брал ведро и высыпал в прицеп. Летние каникулы закончились, и герой окунулся в суровую реальность советской школы. Все классы, кроме выпускных, восьмых и десятых, каждую осень вместо урока отправляли работать на близлежащие колхозы. Колхозная система не справлялась с уборкой картошки, свеклы, льна, и приходилось использовать бесплатный труд школьников и студентов. Помню, в один год районный отдел народного образования Раяно решил, что в колхоз нужно ездить после занятий, чтобы не жертвовать учебным процессом. И это было вообще жестко. Мы приходили в школу на несколько уроков, потом бежали домой переодеваться, садились в снятые с маршрута в городские автобусы и ехали помогать колхозам. К счастью, эта система долго не продержалась. Видимо, даже в Раяно осознали весь ее идиотизм. В комиссионном стояли японские маги. По тысяче рублей больше. Шар, Тошиба и Сони. На всех их были яркие наклейки. 25 ватт или хай-фай. Возле них всегда стояло много пацанов и дядек. Советский человек, несмотря на декларируемое противопоставление советского строя западному обществу потребления, был в сущности таким же потребителем, что и западный человек. С той только разницей, что в СССР нечего особо было потреблять. Ассортимент магазинов был абсолютно убогим. Редким исключением были комиссионные магазины, такой вот легальный канал для спекуляций. Человек, каким-то образом попавший за границу, мог, например, привезти оттуда японский магнитофон и сдать его в комиссионный магазин, выставив реальную рыночную цену. Магазин получал свою комиссию, вроде бы, около 7%. И человек, имеющий достаточно денег, мог такой вот магнитофон там купить. Хотя, конечно, большинству советских людей японские магнитофоны были недоступны, стоили около 1000 рублей. Это сравнимо с годовой зарплатой советского инженера. Школьный костюм вместе с рубашкой висел на плечиках прихожей. Мама его вчера погладила. Я надел рубашку, брюки, застегнул пуговицы. Подошел к зеркалу в спальне и завязал галстук. Пионерский значок на пиджаке был поцарапан. Я носил его с самого начала, как только приняли в пионеры. Седьмым классом уже выдали новое. Старший пионер. Все школьники Советского Союза были обязаны носить на занятия школьную форму. Синие костюмы и голубые рубашки для мальчиков, коричневое платье и черные передники для девочек. Накануне праздников надевали парадную форму. Белые рубашки вместо голубых и белые передники вместо черных. Во всем СССР школьная форма была примерно одинаковой. Но лишь примерно. Костюмы шили из одинакового цвета темно-синией ткани, но фасоны были разными, в зависимости от фабрики. В начальных классах в нашей школе, например, считались очень крутыми московские костюмы. С короткой до пояса курточкой вместо пиджака. Коричневое платье для девочек можно было кастомизировать, пришивая разнообразные воротники и манжеты. Передники тоже допускались разные, в том числе, например, кружевные. Ну и, наконец, можно было регулировать длину платья для старшеклассниц в сторону уменьшения, хотя учителя и школьное руководство это не приветствовали. Советская школа была частью коммунистической идеологической системы. И дети с раннего возраста становились юными коммунистами. Сначала октябрятами в первом классе, потом пионерами в третьем, и, наконец, комсомольцами в восьмом. Октябрята носили пластмассовые или металлические звездочки с изображением Ленина в детстве. Пионеры носили красные галстуки и пионерские значки, тоже с изображением Ленина, но уже взрослого. И также комсомольцы носили значки с Лениным. В седьмом классе нам выдали значки старших пионеров, которые чуть-чуть отличались от стандартных пионерских значков. Что это означало, нам никто не объяснил. И мы и так и не поняли, чем старшие пионеры отличаются от обычных. Интересно, было ли что-либо подобное в других республиках Советского Союза. Низко на небе светило неяркое солнце. Была отцепель. Уроки закончились, мы убирали улицы. Сгребали деревянными лопатами снег с тротуара и кидали на дорогу. Кузьмёнок швырнул снег в колёса КамАЗа. Начиная класса четвёртого или пятого и до самого окончания школы, мы каждую пятницу после занятий выходили на уборку. Причём убирали не только территорию школы, но и кусок улицы. От одной остановки до другой. Осенью и весной с метлами и скребками, зимой с деревянными лопатами. Не знаю, было ли это чисто белорусской практикой, или такое происходило по всему бывшему СССР. «Привет», — рассказал я. «Пойдёшь со мной в кино, в родину?» «А что за кино?» «Чангачгук. Большой змей. Про индейцев». Кино в СССР было одним из основных развлечений, несмотря на вскудность репертуара кинотеатров. Голливудские блокбастеры до советских экранов не доходили. Их отсутствие компенсировалось фильмами производства социалистических стран. Например, фильмы про индейцев, которые снимали в ГДР, часто совместно с Югославией. Звездой этих фильмов был югославский актёр Гойко Митич, впоследствии переехавший в ГДР. Года три или четыре назад на каждой площадке стояло железное ведро с крышкой и надписью для пищевых отходов. А возле 146-го дома будка с баками для отходов. На будке была нарисована морда свиньи и написана «Продовольственную программу в жизнь». В 80-е годы советская экономика, основанная на жёстком планировании производства и потреблении, заметно буксовала. И правительство, пытаясь как-то её поддержать, принимало малоэффективные полумеры. Одной из них была продовольственная программа. Людей призывали не выбрасывать в мусор пищевые отходы, накласть в специальные ведра и баки. Предполагалось, что эти отходы пойдут на корм скоту и таким образом увеличится производство продуктов в стране. А их реально не хватало. Единственное, к чему это привело, это к вони разлагавшихся объедков в подъездах домов. Поэтому скоро ведра для пищевых отходов исчезли. Мы подошли к деревянной будке звукозаписи на углу Ленинска и Пожарного переулка. К стенам будки были приколоты кнопками списки альбомов на запись. Все от руки. Машина времени 82 на 83.1, 83.2, 84, 85. Динамик 83, 84, 85. Лёша достал из кармана Наташину кассету Sony. Папа привёз ей три таких штуки из Ленинграда. Рыжий кучеряевый пацан в будке взял ручку и обрывок бумажки. Глянул он нас. Что будем писать? Киоски звукозаписи – уникальное явление, компенсировавшее в СССР недоразвитость музыкальной индустрии. Государственная фирма громзаписи «Мелодия» хоть и пыталась в 80-е годы гнаться за модой и предпочтениями слушателей, но всё равно безнадёжно от них отставала. Кроме того, из-за идеологической цензуры пластинки многих западных артистов, да также и советских, принципиально не выпускались. Поэтому люди несли в киоски звукозаписи чистые кассеты или бобины, платили деньги часто немалые и в итоге получали музыку, которую хотели. Когда точно появились киоски звукозаписи, я не знаю, но к середине 80-х они были уже нормой. В Могилёвих было несколько штук в разных районах и предлагалась там самая разнообразная музыка, которую удавалось раздобыть. От альбомов западных групп, переписанных с пластинок, до концертных записей и неофициальных альбомов советских групп. Те, кто занимался этой звукозаписью, часто не знали названий альбомов советских групп и поэтому обозначали их просто годом. А если в один год выходило, например, два альбома, то бы добавляли ещё цифры. 1841, 1842. В начале 90-х такие киоски переключились на торговлю кассетами с оформлением, потом на DVD, а потом вообще исчезли. «У нас в школе создадут общество трезвости», сказала мама. Приказ пришёл из РНО. «В каждой школе должно быть общество трезвости». Мы втроём сидели на диване. Я, мама и Наташа. По телевизору шло время. Прямо на педсовете завели разговор, чтобы выбрать председателя. Селецкая предложила военрука Симону Сергеевичу. А он ни в какую. Говорит, я употребляю. В 1985 году, после избрания Михаила Горбачёва генеральным секретарём ЦК КПСС, в СССР развернулась компания по борьбе с пьянством и алкоголизмом. Компания-то плотно ассоциировалась с самим Горбачёвым. Часто её называли просто Горбачёвской. И, конечно, она очень негативно повлияла на репутацию Горбачёва, несмотря на его реформы и, по сути, освобождение страны от коммунистической диктатуры. Одним из элементов антиалкогольной кампании было насильственное создание обществ трезвости на фабриках, заводах и в школах. Правда, только среди учителей. Странно, а то могли бы ещё туда загнать и всех учеников с первого по десятый класс для массовости. Членам общества трезвости выдавали специальные значки. Потом, через несколько лет, в разгар перестройки, их стало модно носить по приколу. Например, рядом со значком группы Modern Talking. Я и Коля обогнули аптеку, перешли улицу. На 150-м доме уже зажглись буквы Славы КПСС. Года два назад L упала вниз. Хорошо, что никого не убила. Новую поставили в этом году к 1 мая. Днём было видно, что она немного меньше, а ночью с лампочками все буквы казались одинаковыми. Лозунгов во славу КПСС, Ленина и социализма в СССР было хоть и поменьше, чем сейчас уличные рекламы в постсоветских городах, но ненамного. К середине 80-х на всю эту социалистическую атрибутику внимания никто особо не обращал. Она была просто частью пейзажа. Пацаны столпились вокруг парты Кузьмёнка. Я подошёл в льезь между Стрельченко и Кравцовым. Кузьмёнок раскладывал на парте карты с голыми бабами. Ненастоящие, а перефотографированные. Во времена сканеров и фотопринтеров это звучит достаточно странно, но в 80-е фотографические копии часто не очень хорошего качества журнальных картинок или порнографических игральных карт представляли им немалую ценность на школьном чёрном рынке. Коржик из буфета пойдёт? Ты хочешь сказать один на двоих? Воронкова надула губы. Ладно, уговорила. Два коржика по 7 копеек. А какие у вас сигареты? Космос. Мы говна не держим, ты разве не знал? Ну, пошлите тогда на улицу. Космос за 70 копеек. Это тогда были самые дорогие сигареты из продававшихся в киосках. Ещё были столичные Гродно, те стоили по 40 копеек. Все остальные без фильтра. Астрам 25 копеек, Прима 16 и Беломор, что-то около 20. В Могилёве все сигареты были производства Грунинской табачной фабрики. Мы должны уделить большое внимание ускорению научно-технического прогресса, сказал генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Горбачёв в своей речи на открытии 26-го съезда. Прочитала Соловьёва по газете «Правда». «Очень хорошо, Света, молодец», сказала классная. «Видно, что ты добросовестно подготовилась к политинформации». Политинформация проходила у нас каждый понедельник и продолжалась целый урок на 45 минут. К тому времени, как я учился, она уже потеряла свой первоначальный смысл информирования о политике и превратилась просто в прочитывание и пересказ газетных статей и часто к политике отношения не имеющих. Фрагмент заметки из статьи о начавшемся съезде коммунистической партии был скорее исключением. Классная подалась добиться, прежде всего, от плохих учеников, чтобы они прочитали хоть что-то и потом пересказали, но с этим у них были явные проблемы. «Будешь в чу». Я кивнул, положил на крыльцо дипломат. «Я трясу», — сказал он. Собрал свои мои копейки в ладонь, накрыл другой ладонью и несколько раз тряхнул. Я сказал «Чу». Кузьмён окружал ладони. Копейки посыпались на дипломат. Он забрал монетки, которые упали орлами кверху. Взял пятак, ударил по пятна реку. Перевернул. Позже я слышал и про какие-то другие виды игры в деньги, существовавшие с очень давних времен. У нас играли только в чу. Смысл игры был в том, чтобы, ударяя монеткой по монетке, не перевернуть её с «Решкина орла». Возможно, в других местах эта игра называлась по-другому. Ну, например, мы с тобой живём в стране под названием СССР. И эта страна объективно хуже, чем страна под названием США или страна под названием ФРГ. Даже правители наши это постепенно начинают признавать. Значит, что мы имеем? Два пути, собственно говоря. Или попытаться из СССР уехать в США или ФРГ, но вероятность этого мала, практически нулевая. Или жить здесь и подстраиваться под существующие обстоятельства. Или не подстраиваться, а действовать наперекор обстоятельствам. То есть, всё равно иметь их в виду. Это фрагмент диалога героя с его дядей Жорой. Человеком, можно сказать, продвинутым, который многое понимает о советской реальности и делится этим пониманием со своим 14-летним племянником. СССР дядя Жора не готов. Вернее, он просто не понимает, как это сделать. В той реальности, где я жил в середине 80-х, я ни разу не слышал о том, чтобы кто-то эмигрировал из СССР или собирался это сделать. Ближе к концу десятилетия, особенно к началу 90-х, ситуация изменилась. Это всё, о чём я сегодня хотел рассказать. Полный текст романа СССР можно скачать с моего сайта. Ссылка есть в описании видео. Также там есть ссылка на подкаст «Всё идёт по плану о жизни в СССР», который я выпускал несколько лет назад. Все его выпуски до сих пор доступны на разных платформах. Ну и, наконец, также оставляю ссылку на возможности сделать мне донат через Boosty, Friendly, Buy Me Coffee или PayPal. Если у кого-то есть вопросы об этой книге или о реалиях середины 80-х, задавайте их в комментариях или в соцсетях. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Пока!